Сегодняшняя тема, которая действительно достаточно актуальна для многих, я заметила, особенно в кругу моих знакомых, это заниженная самооценка. Как поднять эту самооценку? Сегодня я хотела бы как раз и с вами поговорить. Дело в том, что мы действительно все совершенно разные, все мы воспитывались, наверное, в разных условиях, в разных семьях, и многие из вас с разным социальным статусом, поэтому заниженная самооценка, она может быть совершенно из-за разных условий. В данном случае я, наверное, больше, конечно, обращаюсь к женщинам, и у нас наша самооценка, естественно, напрямую связана с какими-то сердечными делами, и очень часто мы неправильно формируем свое внутреннее восприятие, что когда нам не удается добиться расположения человека, который нам симпатичен и которого мы хотели бы иметь рядом, или же он отдает предпочтение другой, то нам кажется, что мы недостаточно хороши, что мы что-то делаем не так, ну и так далее. Многие впадают в депрессию. Это как раз тот момент, когда у человека или же самооценка падает, и у него недостаточно сильный характер, чтобы удержать свое равновесие, вот, или же просто удивительно человек слаб, и он себя как бы постоянно принижает, да, вот, и есть же совершенно другие девушки, совершенно другие люди, люди, которые берут себя в кулак, идут вперед и свергают все преграды, которые на их пути стоят, да, тех же соперниц и так далее, вот. Мы как раз говорим о тех людях, которые совершенно другие, как я уже перечислила раньше, те, которые впадают в уныние, депрессию, им кажется, что они недостаточно хороши, вот. Вот, поэтому, в принципе, сейчас мне бы хотелось действительно обратить внимание, на что же делать, да, как бы не вешать наш нос, если происходит такая ситуация, да, вот. Больше, действительно, склоняюсь к тому, как бы, когда самооценка падает исключительно из-за вот каких-то любовных неприятностей и несбывшихся мечтаний, да, вот. Вот, или же действительно соперница, как нам кажется, достаточно хороша, и избранник никогда в жизни не выберет вот нас, да, вот. Ну, начнем сразу с того, что нет одинаковых людей вообще, да, и мы никогда не знаем, почему тот или иной мужчина выбирает ту или иную женщину. Если вы посмотрите сплошь и рядом, иногда идет совершенно невзрачная, как казалось бы, женщина с полным отсутствием стиля, вот. Но, тем не менее, этот мужчина привязан к ней, как вот, ну, на веревочке, да. Поэтому здесь даже нет смысла разгадывать, да, какую-то мужскую логику, да, и самое главное, нет смысла винить, корить себя, что мы хуже, чем другие женщины. Поэтому самое главное, к чему мне бы хотелось, наверное, уже приступить, это к тому, что же нам, девочки, делать, если нам кажется, что мы недостаточно хороши. Вот. Я, надо сказать, что сама в свое время, вот, огрешила тем, что у меня такие были, как сказать, вот, когда работает ревность, вот, когда работает ревность, и мне действительно хотелось, господи, поднять самооценку, да, потому что просто говорить, да, вот, я хороша, ну, как-то вот сильно не работает, потому что не нажимаешь на правильные свои какие-то точечки. Итак, вот, я выписала, чтобы мне и не сбиться, как говорится, да, вот, так поднять все самооценки. Первое, наверное, да, что бы мне хотелось отметить, да, что, вот я уже начала, никогда не сравнивайте себя с другими людьми, да, он богаче, накрасивее, у него ноги там от ушей растут, да, а мне бы вот сбросить там еще каких-то килограммов, вот, это может длиться бесконечно, потому что вы всегда найдете в себе минусы, это нормально, это самокритика, и вы всегда найдете кого-то лучше себя, да, то есть это надо четко понимать, поэтому любое сравнение сразу отметаем в сторону, да, это пункт номер один, никогда не сравнивайте себя там с тем человеком, который, значит, вам кажется лучше, да, то есть не выписывайте себя в голове иероглифы, почему, да, ну, мы сразу, конечно, видим, да, то есть, о, у нее там новые сапоги, а у меня сапог этих нет, да, у меня это пальто уже неплохо было бы заменить уже три года назад, блин, денег не хватает, вот, ой, боже мой, у меня постриглась, или там, не знаю, краской сожгли волосы, когда же они теперь отрастут, а у нее такие шикарные волосы, и теперь я хожу как грым за полгода, год, пока волосы станут опять хорошие, станут ли они вообще хорошие, ну, то есть мы, в принципе, женщины всегда можем зарыться очень глубоко в сравнении, поэтому, чтобы свое сэкономить ценное время, сразу этот пункт мы с вами отметаем, да, то есть никогда не сравнивайте себя с другими. Второе, да, то есть прекратите, как я уже сказала, это себя ругать по любому поводу, да, вы самое классное вообще, хотя бы просто потому, что второго такого человека на земле нет, вы уникальны уже по сути, да, и каждое утречко, когда подходите, значит, к зеркалу чистить зубы, господи, даже если я, как многие говорят, о боже, какая страшная, да, вот, нифига, подходите к зеркалу, да, даже если вы себе чем-то не нравитесь, господи, да такой второй мемры просто нет, да, вы уникальны, и по сути вы, божье создание, единственное во всем мире, во всей вселенной, такой человек, да, то есть вообще себя не ругаем ни по какому поводу, да, располнила за зиму, ну, сори, да, да, зимние праздники, все, все это отмели, да, то есть второй пункт, себя не ругаем вообще, поленились, значит, так надо было, да, обожрались, значит, так надо было, да, на какие-то там, не знаю, праздники, вот, то есть себя не ругаем, пункт номер два, да, третий пункт, который мне хотелось бы тоже выделить, это самое главное, да, то есть когда у вас будет времечко, это важно, вот, вот, вы должны сесть, взять листик, бумажечку и расписать те пункты, по которым вы сможете вспомнить все свои положительные качества характера, как вы считаете, да, вот, то есть, возможно, вы добрый человек, возможно, у вас хорошее чувство стиля, возможно, вы, не знаю, хорошо, ну, как скажем, вы добрый, искренний, да, возможно, вы прямолинейный, возможно, вы смелый, вот, возможно, вы тащите на себя столько обязанностей женских и никогда ни в чем не отказываете, никогда не злитесь, то есть у каждого человека есть огромное количество каких-то, вот, качеств характера, да, которые он сможет в себе найти, покопавшись, да, и выявить за плюсы. Я уверена, что даже если их там не будет 10 этих качеств, даже если их 2 или 3, это огромный, огромный плюс, который вы должны выписать, то есть за что, по вашему мнению, люди вас ценят, вас запомнят, запоминают вас при общении, да, то есть ваши положительные качества, это пункт 3, да, то есть выписать все свои положительные качества характера, да, вот. Пункт 4, да, тоже достаточно интересный. Чем интересный? Тем, что точно так же на листике, да, в продолжении его вы выпишите прям вот, прям с детства, да, то есть все ваши жизненные достижения, да, то есть я не знаю, они могут быть любые, не обязательно там, не знаю, защита диссертации, да, то есть там может быть такое, что вы, не знаю, научились кататься на сноубурде, да, вы проявили инициативу в каких-то сложных делах, в которых другие отказывались проявлять эту инициативу и выступать в первых рядах, там, я не знаю, вот. Ну, масса у каждого, не знаю, у меня вот знакомая недавно, немолодая вроде девушка, да, первый раз в жизни испекла пирог с капустой, который, в принципе, ну, не подгорел, не осел, был пышным, нереально ароматным, вкусным, то есть для нее это было, опять же, личное достижение, то есть она поставила галочку о том, что она как минимум, если не шикарно готовится на данный момент, она поняла, что она может, что ей нравится выпечка и будет сейчас идти в этом направлении, то есть она, это ее достижение личное, да, что она может заниматься кулинарией, радовать своих близких и, ну, согласитесь, не каждая женщина, наверное, вот любит кулинарить, так скажем, ну и, допустим, мне нравится, но у меня не всегда выходит, да, вот, поэтому для нее это было личное достижение, да, для кого-то личное достижение, там, не знаю, жить на 11, там, 20 этаже и пешком ходить по лестнице, да, вот, для кого-то вставать в каждые 5 утра, да, там, не знаю, чтобы погулять с собакой, для кого-то сходить в тренажерный зал, да, ну, у каждого будут свои личные достижения, причем не на данный этап, да, выписывайте их, а вы пишите то, чем вы сами гордитесь за себя с периода, ну, с детства буквально, да, потому что мы очень часто забываем, какими были, да, жизнь на каждого из нас постепенно, вот, путем каких-то своих происшествий, событий негативных и страхов, она, вот, ту силу, которой мы в детстве, когда находимся под защитой своих близких, родителей и так далее, у нас есть такая внутренняя сила, мы развиваемся, когда мы остаемся одни, когда у нас, возможно, уже какая-то своя семья или еще, как сказать, начинается самостоятельная жизнь, то мы забываем вот эту силу внутреннюю, которая у нас была, и некоторые в детстве занимаются спортом, какие-то получают медали, чувствуют себя, ну, сильней, да, вот, многие ходят в походы, да, не знаю, там, поют у костра на гитаре, да, когда в окружении костра сидят и друзья, и смотрят горящими глазами, боже, он умеет играть на этой гитаре, и в этот момент человек чувствуется сильно, не то, что он имеет превосходство над другими, да, но имеется в виду, что у него есть вот эти козыри, которых вот на тот момент нет, нету этих козырей у другого человека, да, вот, ну, и, в принципе, я думаю, что вы много достижений личных вспомните, и самое главное при всем этом, всегда вспоминать вот это ощущение кайфа, да, то есть, когда вы что-то сделали такое, да, и потом словили этот кайф, что, блин, вот я могу, не то, что там меня родители подхвалили, или там начальник там, или вот мне премию дали, и не просто так, а вот, ну, такой кайф, вы должны от всего, что вы вспоминаете, именно ловить положительные эмоции, да, то есть, вот, положительную энергетику. Следующий пункт, да, значит, я бы сказала, это, ну, пятый, старайтесь откликаться на комплименты положительно, да, даже если вам кажется, что вам льстят, пофиг, всегда говорите спасибо и улыбайтесь, не говорите вот это вот наше, да, ну, ладно, ну, что там тебе там, ну, да ладно, ну, что ты там, ну, такое, нет, то есть, спасибо, то есть, вам дали положительную энергию, а вы ее забираете, не надо ее отбрасывать, да, то есть, не важно почему, даже если это лесть, почему-то она была сделана, да, то есть, значит, есть какой-то у вас потребности, необходимость, не важно, вы должны благодарностью отблагодарить человека любого за комплименты, которые он вам сделал, да, вот. Под шестым пунктом, наверное, я бы сказала, что действительно, вот поднятие на самооценки, это от того, в каком, опять же, да, в каком котле вы варитесь. Старайтесь окружить себя какими-то положительными эмоциями, старайтесь больше смотреть хороших фильмов, видео, читать хорошие книги, общаться с хорошими друзьями, да, не с подругами, которые рыдают там на подушке постоянно или с каким-то постоянным негативом или вот, да, то есть, вы каким бы сильным человеком не были, вы постепенно, если будете все время вариться в негативе, просто не вы, его даже выделяется, да, а вот в этой обстановке, то есть, люди, которые постоянно труд перетирают политику или люди, которые перетирают там, не знаю, свои болячки, или там свои разводы и так далее, да, то есть, мы, безусловно, все люди, и у нас есть близкие друзья и подруги, и, ну, как бы, да, и родственники, мы всегда должны выслушать их, безусловно, но когда это превращается в постоянную тягомотину, то есть, это переходит постепенно на вас, да, поэтому старайтесь больше находиться в положительных эмоциях, да, слушать больше, как сказать, положительной информации, музыки, не знаю, то есть, окружить себя таким плюсом, да, вот, следующее, это, конечно, пункт такой, отдавать старайтесь другим, в каком плане, старайтесь больше делать добра сами, людям, миллион всего, что можно сделать, да, это не легкие такие слова, да, которые вот, ну, частенько звучат, а это именно так, почему, потому что вы, когда будете находиться где-либо, вы получите обратно, тут же, сразу, да, не то, что там, через какое-то время, то есть, ну, маленький такой пример, да, то есть, когда работала в торговом большом центре, вот, у нас недалеко от центра бабульки, она такой воскресный, как рынок был, вот, и они выносили свои какие-то вязаные носочки и так далее, там подобное, то есть, причем, если крутые торговцы могли расположить какие-то стенды, да, на эту субботнюю торговлю, да, то бабуленьки выносили вот такие вот для сушки белья натянутые решеточки, да, на них накладывали под одеяльничек и на нем вязаны носочки, да, ну, такой, как бы, легкий столик делали и вынуждены были стоять, да, потому что видно было, что этому человеку нет сил принести какой-то стул, там, еще что-то, ей хватает того, что она уже тащит эту сумку со своими изделиями, да, еще не вопрос, что, простояв весь день на холоде, да, что кто-то купит эти носочки, вот, но на тот момент я увидела эту картину и просто вынесла стул этому человеку, да, из торгового центра, из своего магазина, чтобы вот эта вот бабуленька могла сесть, да, вот, вы знаете, ну, вот она села, да, конечно, не хотела, сопротивлялась, но имеется в виду, что вот так хорошо вот здесь, да, вот, конечно, я не пошла не ставить какую-то быстренькую там галочку себе, что-то сделала, просто это идет сразу, сразу, что вы классное дело для кого-то сделали, да, вот, не знаю, малыш там потерялся где-то, вы видите, в центре стоит, шахмурый, не проходите мимо, подойдите, спросите, все нормально или маму потерял там, я не знаю, да, да, таких вариантов бывает много, позвоните в конце концов тому, кому давно вы не звонили, какой-то родственник, вы знаете точно, что он обрадуется, что вы позвоните, да, вот, купите подруги, которые, как это, с носовым платком, да, просто купите каких-то классных конфет, придите в гости, взбодрите, то есть миллион всего, что вы можете отдать от себя, да, положительного, и каждый раз, когда вы отдаете, у вас честно поднимается вот эта вот самооценка, да, вот, ну, я уже не буду, я уже, я смотрю, уже 20 минут проговорила, да, поэтому я думаю, что на ютубе это вообще кастрация сразу полная, поэтому, значит, я уже, я извиняюсь, да, человек неопытный, вот, но еще бы, что бы мне хотелось, да, вот, то, что сказать вам, что, безусловно, такие вещи, как заняться собой, вот, то есть если вы ленитесь, да, если вы себя действительно, как сказать, запускаете, а женщина это, как сказать, для нас это очень важно, да, когда мы долго не делали маникюр, там, не дай бог, да, есть, что нет времени или нет денег, или, вот, старайтесь элементарно делать вещи, да, чтобы у вас всегда была отглажена хорошая, аккуратная одежда, да, я уже не говорю про стиль, да, там, может быть, мы сделаем отдельно, я сделаю отдельно видео, да, то есть не всегда нужно очень много денег, да, чтобы выглядеть стильным, да, поэтому у вас там будет несколько шикарных платьев, которые можно с другими вещами пододеть, да, вот, у вас будет определенный стиль классический, который можно выдержать долгое время, да, вот, и чистые волосы вымытые, да, потому что нет смысла говорить о поднятии самооценки и уверять вам в том, что не сравниваете себя с другими, да, если вы продолжаете лежать на диване, обжираться, толстеть, вот, как-то не ухаживать за собой, да, и работать с поднятием самооценки, хотя я вам должна сказать, что самооценка это такая вещь, что у кого она завышена, да, вот, бывают такие вот абсурды, да, и как ни странно, тем не менее, женщины, которые уверены в себе, даже вот те, которые не особо ухоженные, да, умудряются подцепить мужчин, потому что в них есть эта энергия, этот драйв, уверена в себе, да, я все-таки рекомендую всем иметь такую золотую середину, ну, вот, я надеюсь, что вам это помогло, вот, многим помогает, конечно, пойти в зал, в бассейн, в теннис поиграть, да, миллион всего, пойти в хорошее место, просто заказать чашечку кофе, действительно в хорошее место, да, не какую-то сбегаловку, да, вот, сколько вам там будет стоить этот чай или кофе, вот, ну, потащиться от этого самого момента, да, то есть, что вы можете туда пойти, оденьтесь красиво, если вы в повседневной жизни не одеваете высокий каблук, вот, то здесь делайте для себя праздники периодически, да, то есть, это тоже такой вот момент важный, да, любите себя в этом плане, старайтесь себя именно вот так вот любить, иногда мы говорим, да я себя люблю, да нет, вот, потому что жалеем на себя время, жалеем на себя средства, и даже когда иногда дети, там, я не знаю, куча обязанностей, нереально много работы, да, и у вас нет сил, даже позвольте себе выспаться в выходные дни больше, да, то есть, это тоже любовь к себе, сделайте себе свежевыжатый сок, да, и когда вы, как ни странно, делаете усилия для себя, это тоже поднимает сильно самооценку, я уже не говорю про те ощущения, когда вы уходите из спортивного зала, да, уже приняв душик, весь такой драйв, блин, я это сделала, или, не знаю, сходили на йогу, или там, так что я вам всем желаю, хотя уверена, что, скажем так, без труда не вытащишь рыбку из труда, из пруда, извините, и многие говорят именно о том, что процесс повышения самооценки не такой скорый, вот, но я от всей души вам всем этого желаю, и привет, я надеюсь, что вам это видео пригодится, вот так.